Чусок – это один из самых главных праздников корейцев и обвечает старательный труд земледельцев на полях. В этот день каждый кореец отдаёт дань уважения и благодарности своим предкам за собранный урожай. Такими словами, на территории Корейского культурного центра начался традиционный праздник урожая. Среди участников и гостей были представители разных народных диаспор. Чусок – повод собраться вместе. Подобные фестивали бесспорно делают каждого из нас духовно богаче, воспитывают толерантные отношения, уважение к традициям и обычаям, убеждают в том, что мы все народы едины в своих стремлениях, чувствах, помыслах. На празднике присутствовали гости из Кореи. Они с интересом наблюдали за происходящим. Почётные гости обращались к зрителям с приветственными речами. Поздравления в адрес представителей корейской культуры прозвучали и от администрации Уссурийского городского округа. И как много лет назад, много веков назад. Это праздник дружбы, праздник единения, праздник улыбок. И я надеюсь, сегодняшняя погода не испортит нашего хорошего настроения. Поэтому всем присутствующим мира, добра, терпения, благополучия всеми. Веселье в честь праздника урожая устраивается уже не первый год. Всё потому, что Чусок – особенный праздник для корейской диаспоры. Его значение велико для национальной культуры и для каждого гражданина Кореи. Воспитание возрастающего поколения, чтобы они обычаи не забывали и соблюдали это обычаи. Ну, конечно, с каждым годом всё приобретает, всё больше и больше людей. Мы это очень рады. Уссурийцы пришли поддержать традиции корейцев и в этом году. Для гостей приготовили много интересного. Выступления творческих коллективов, национальные игры и занимательные мастер-классы. Каждый желающий мог покрасить ткань, сделать яркую маску или проверить свою меткость. Мне очень нравится этот праздник, потому что можно не только посмотреть концерт, но и самим поучаствовать. Мы с учениками постоянно, ежегодно приходим на этот праздник, приобщаемся к культуре страны, изучаемого языка, к быту, к традициям. Я приехал из Кореи. Сегодня мне очень нравится, что наш национальный праздник – это русский, с русскими людьми. Здесь они не рады, что они их понимают. Гости праздника могли почувствовать себя кулинарами. Название традиционного блюда «Санбхён» означает «кусочек теста с ароматом сосновой хвои». Оказалось, приготовить рисовое тесто для него непросто. Виктор Павлов уже не первый раз принимает участие в этом процессе. В прошлом году тоже пробовал свои силы. Я отрабатываю свой навык. Получается лучше. Уссурийский часок оказался богатым на эмоции. Гости праздника урожая на день оказались в другой стране, окунулись в атмосферу корейской культуры.